Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Крупный пожар в Тольятти, пламя на Куйбышев-Азоте, тушили более 12 часов. Хороший старт. Резиденты центра стартап Самары рассказали губернатору о новейших разработках. Барьеры взяты. В регионе прошли соревнования по конкуру. Крупный пожар в Тольятти. Пламя вспыхнуло на предприятии Куйбышев-Азот в воскресенье около полудня. Горел цех по переработке циклогексана. Это вещество используется при производстве пластмассы. Огонь охватил территорию площадью в 500 квадратных метров. В пламя тушили более 200 пожарных, свыше 40 единиц техники. На месте работали и сотрудники лаборатории, которые замеряли количество вредных веществ в атмосфере. Оно не превысило норму. На территорию завода зашел пожарный поезд для того, чтобы выставить дополнительное необходимое пожарно-техническое вооружение для проведения охлаждения оборудования. Угрозы взрыва нет. Угрозы выброса химически опасных веществ нет. Погибших, пострадавших на пожаре нет. Открытое горение ликвидировали в 10-м часу вечера. Полностью потушить пламя удалось только в первом часу ночи. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются. Хороший старт. Самарский региональный центр инноваций известен уже не только в России, но и за пределами страны. По числу успешных инновационных проектов самарская команда опередила коллег из Санкт-Петербурга и Казани, уступив только Москве. О самых интересных разработках в промышленности, сфере образования и туризма, резиденты центра стартап Самары рассказали главе региона. На какую поддержку могут рассчитывать молодые предприниматели, узнала Марина Коровцова. Чем новая технология превосходит те, что сейчас применяют на предприятиях, профессор Самарского технического университета Ильдар Ибатулин демонстрирует на примере обработанные детали. Ученые из Самары разработали уникальный балансировочный комплекс для вращающихся элементов машин. Он обеспечивает точную автоматизированную балансировку. В результате детали обрабатываются в разы быстрее и качественнее. Сейчас у нас разработана уже автоматизированная система, которая позволяет балансировать это. Сейчас мы ищем индустриального партнера, чтобы перейти на стадию коммерциализации. Мы уже изготовили такой аппарат, полностью наш, уже не арендован. И таким образом приносили пользу Самарской области путем реализации вот этих вот новых технологий, в нашу промышленность, в наше оборудование. Инновационный подход находят и к гуманитарным наукам. Искатель РУН, так разработчики компьютерных программ, назвали образовательный проект для школьников с 1 по 5 классы. В игровой форме детей учат русскому языку и истории. Начинался проект как мобильное приложение. В итоге дошли до школ. Дети на уроках могут использовать эту программу. Мы работаем во многих уже школах. У нас не только в Самаре, но и в России. У нас есть партнеры, производители электронного оборудования различного вида. Это и электронные столы, и электронные доски. О проектах с большими перспективами рассказали резиденты регионального центра инноваций «Стартап Самара» на встрече с губернатором Николаем Меркушкиным. Центр был создан в 2014 году и сегодня известен не только в России, но и за рубежом. Самарский проект и победители международных конкурсов. Стартап «Самара» поддерживает начинающих предпринимателей, занимается трансфером технологий и помогает привлечь инвестиции. Как раз наша задача является то, что мы должны создать большой поток качественных проектов в Самарской области. Собственно, наша миссия – это помогать амбициозным, балансовым людям, реализации их идей, создавая благоприятную судьбу для предпринимателей инноваций. То есть, ключевые слова – это люди и среда. Опыт Самарского центра отмечен Минэкономразвития России. Больше 250 самарских проектов получили финансовую поддержку от федеральных институтов развития. За последние два года на воплощение идей привлекли около 600 миллионов рублей от фонда содействия инновациям. Активно молодых предпринимателей и ученых поддерживает областное правительство. Что касается инноваций, ставим для себя это как важнейшую задачу. Без собственных усилий, без собственных инноваций, без собственных технологий, в итоге собственных технологий, нам очень и очень сложно будет развиваться, поддерживать и повышать жизненный уровень людей. Региональный центр инноваций сотрудничает с вузами региона. Одна из главных задач сегодня – привлечь к реализации инновационных проектов крупные предприятия. Помочь в этом может сотрудничество с Советом ректоров и Союзом работодателей региона. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Подошли к проблеме комплексно. С приходом весны в Самаре у коммунальщиков прибавилось дел. Снег нужно оперативно убирать там, где нет ливневой канализации. Уже стартовал и ямочный ремонт. Минусовая температура в этом не помеха. Современные технологии позволяют. Какие еще задачи сейчас стоит перед коммунальщиками, выяснил Андрей Горгуленко. На улице минус 7 градусов, и эта температура позволяет проводить аварийный ремонт дорог. Все благодаря особому составу смеси, который заделывают ямы. Это литой асфальтобетон. В нем повышенное содержание битума. Такая карта застывает за 4-5 часов, и по ней уже смогут ездить машины. Он подается при рабочей температуре от 220 до 190 градусов. Причем допускается работа на влажную поверхность. И, соответственно, он застывает, заполняя полностью пространство. Для проведения ремонта количество кохеров увеличили до 7. В них смесь подвозится и поддерживается ее температура. Ямочным ремонтом уже охвачены участки улиц Силина, Галактионовская, Матросово, Вольска, Воронежская, Венцика, Нововокзальная и другие. Восстановительные работы выполнены на площади свыше 8600 квадратных метров. Всего же до 20 апреля планируется отремонтировать по такой технологии около 37 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Но прежде чем ремонтировать дороги, их надо осушить. Улицы, на которых отсутствует система ливневой канализации, избавляют от луж с помощью и лососов. Работа по откачке воды организована круглосуточно. Только с улиц Кировского района Самары каждый день вывозят до 300 кубов воды. Улицы затапливают. Вот Краснокоммунарово сейчас на данный момент мы откачиваем воду. Зубчининовское шоссе магистральное. Литвинова улица, Конный проезд, Заводское шоссе, Кабельное. Чтобы избежать потопа, изменился и характер уборки снега на улицах. На особом контроле территория около станции метро. Снег оперативно вывозят, чтобы талая вода не залила вестибюль, подземки и проезжую часть. Особое внимание также уделяется дорогам, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. Каждую ночь работает более 160 единиц техники. Ежесуточно МПБ-устройство задействует порядка 300 спецмашин. Попутно убирают и мусор. Данные работы практически являются предвестниками проведения Мечника по благоустройству. Это как основная подготовка для того, чтобы обеспечить своевременную комплексную уборку дорог от зимних накоплений, сбор грязи, мойки конечных автомобильных дорог. Ну, конечно, я очень рада, что снег вывозят, потому что, мне кажется, самая большая проблема – это потом, когда лужи появляются. Это резиновые сапоги, это постоянно мокрые ноги. Так что, ну, пусть вывозят больше и будет суша, чище, хорошо. С начала зимы с улиц Самары вывезли более 550 тысяч тонн снега. Его отправляют на специальные полигоны. Всего их 5 муниципальных плюс один привлеченный, откуда логистически, удобнее и экономичнее транспортировать снег из центральных районов города. Все они оборудованы видеонаблюдением. Каждая машина, тоннаж, время доставки фиксируются в журнале. Сделано это для удобства контроля за полигонами. Андрей Горгуленко, Валерия Макарова, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. На Волге, на дрейфующей льдине, у кайт-серфера сложился парашют. На помощь к нему пришли спасатели. ЧП случилось около острова Коровий. В 16.30 по звонку от очевидцев к месту происшествия отправились спасатели. Кайт-серфингиста сняли с дрейфующей льдиной и доставили до речного вокзала. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. На Галактионовской в Самаре мусоровоз разнес остановку. Свидетели сделали видео. ДТП произошло рядом с площадью Куйбышево. Выезжая со двора, мусоровоз зацепил павильон трамвайной остановки. Стекла последние разбились. Пострадавших нет. За год заболеваемость туберкулезом выросла в трех городах и 13 районах Самарской области. В настоящий момент туберкулез является инфекционным убийцей номер один подростков и взрослого населения. Эта болезнь является одной из основных причин смерти людей, зараженных вирусом иммунодефицита человека. По данным регионального Роспотребнадзора, за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в Самарской области сохраняется на высоком уровне. В районе Жигулевской ГЭС ограничат проезд транспорта. Временная схема движения будет действовать с середины марта 2017 года до конца 2018. Об этом сообщает региональное правительство. Ограничение связано с ремонтом моста через Волгу около Жигулевска. Транспорт будет ездить только по одной полосе в каждом направлении, о чем будут предупреждать временные дорожные знаки, сигнальные столбики и разметка. Погода в начале рабочей недели в Самарской области кардинально не изменится. Синоптики прогнозируют туманы в ночные и утренние часы, днем плюсовые температуры, а по ночам легкие морозят. Осадки не ожидаются, сообщили в Приворском УГМС. В понедельник, 13 марта, будет дуть южный ветер со скоростью 3,8 метра в секунду. Температура воздуха до 4 градусов. В ночь на среду, 15 марта, прогнозируется минус 8, минус 13 градусов. В дневные часы до плюс 3 градусов. Москвичи увидят корабль дураков. Театр-студия «Грани» из Новокубышевска сыграет сегодня на сцене Театра наций. Спектакль привезли в столицу на самый престижный театральный конкурс «Золотая маска». Постановка Дениза Бакураца номинирована как лучший спектакль малой формы и за лучшие костюмы. Это уже второй спектакль театра, удостойный шорт-листа фестиваля. Сегодня и завтра на малой сцене Театра наций зрители увидят средневековые эротические французские фарсы. И виртуозную игру актеров. Подведение итогов конкурса состоится 19 апреля. Напомню, что еще два театра Самарской области, Театр оперы и балета, и Самарский драматический, также стали номинантами на «Золотую маску». Удачи всем нашим актерам. Взять барьер в регионе прошли соревнования по конкуру. По состязаться в умении хорошо держаться в седле в поселок Красный Яр съехали с десятки спортсменов, в том числе из соседних областей. На коне оказалась и Алина Чемерес. Веста, ты сегодня себя хорошо вела, заслужила. Путь к сердцу лошади порой тоже лежит через желудок. Свежая морковь и яблоки для красавицы Вестфалии – лучшая награда. Получив угощение, Веста готовится наводить красоту. Спортсменка Валентина Борисова старательно причесывает свою четвероногую подругу. С ней девушка тренируется уже полтора года. Признается, Веста – дама своенравная. И подружиться с ней удалось не сразу. Сначала мне было тяжело найти к ней подход. Сначала как-то нам было сложновато вместе. Но потом, когда я поняла уже, как она себя ведет, нам уже было проще. Она любит фрукты. Я также ей приносила фрукты разные, морковку, сахарок. Также летом мы их пасем. Они кушают травку. Прежде чем соревноваться, лошади разминаются. Сначала, словно в цирковом представлении, величавы ходят друг за другом по конюшне, чтобы разогреться. Затем отправляются на манеж. Сегодня соревнования по конкуру – это самый молодой и зрелищный вид конного спорта. Всадники на лошадях должны преодолеть препятствия. Высота барьеров может быть больше метра. Правильно их расставить целая наука. Самое главное, чтобы была удобная линия траектории для лошади. То есть подойти к препятствию и после препятствия также двигаться, чтобы не резкий поворот, все плавно было. В умении хорошо держаться в седле соревнуются около сотни спортсменов. Юные всадники съехали со всех уголков губернии и даже из Оренбургской области. Маршрут нужно пройти быстро и чисто. Если лошадь задела препятствие или попросту отказалась прыгать через барьер – ошибка. Сейчас маршрут идет, также и снимаются, исключаются из соревнований. Кто-то чисто проезжает без ошибок. А наш именно спорт – это два партнера – всадник и лошадь. Если какого-то нет взаимовыручки, взаимной работы, согласия, то результаты здесь не получатся хорошими. Когда спортсмены отправляются на перерыв, гостям выпадает шанс побыть на коне. Говорят, лошадь сразу понимает, кто на ней – опытный всадник или новичок. Я едва знакома с верховой ездой, и поэтому мне дали лошадь спокойную. Моя Флорена – дама опытная в спорте уже давно. Попробуем проехать с ней кружочек. Пошли, дорогая. Конкурт – только первый этап соревнований. В эти выходные пройдет второй – выездка. Здесь спортсменам предстоит показать умение правильно управлять лошадью. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Изгнали зло трещоткой. В Самаре прошел самый веселый еврейский праздник – Пури. В этот день евреи чтят память своей спасительницы – царицы Эстер. И прогоняют дух злобного царя Амана необычным способом, каким увидела Марианна Мирная. Карнавальные костюмы, песни, танцы и веселье – так уже две тысячи лет евреи всего мира отмечают праздник Пурим. По преданию, во времена Персидской империи в этот день должно было произойти массовое уничтожение целого народа. Но царица Эстер совершила подвиг и произошло чудесное спасение. Когда мы вспоминяем тот, который хотел убить все евреи в один день, его звали Аман, мы всегда, когда вспоминяем его имя, мы обязательно его уничтожаем. И так вы увидите сегодня на празднику, все будут трещотки, и обязательно все вместе, когда мы только вспоминяем его имя Аман, тут же все. Свиток в руках Раввина – древнейшая реликвия. Больше двухсот лет она хранится в Самарской синагоге. Он принадлежал царице Эстер. На пергаменте вручную написана история народа. Читать его раз в год – святая традиция, но есть и еще обычаи, которые обязательны для исполнения. Должны собрать в Мишлахманот подарок для бедных, для родственников, и дать, традиции дать бедным, не менее двум бедным, подать деньги. Кроме помощи бедным, в Пурим принято дарить друг другу вкусные подарки и устраивать веселую трапезу. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Погрузили в атмосферу Титаника. В Самарском доме Курлиной прошел вечер камерной музыки вокруг Альта. Молодые самарские музыканты играли мелодии эпохи модерн, как когда-то оркестр знаменитого корабля. Звучанием 20 века наслаждался Андрей Горгуленко. Фантастический квартет Бриттона и сольная соната Хиндемита оживают в умелых руках молодых музыкантов. Студенты Самарского института культуры виртуозно играют на виолончели, кларнете и альте. Для них участие в проекте «Музыка модерн» – отличная возможность отточить свои навыки перед большими концертами. К концерту готовились они довольно долго, потому что участие из этих сегодняшних выступающих ожидаются очень серьезные в ближайшие дни гастроли, поэтому они начали довольно основательно и довольно давно готовиться к этому концерту. В музей модерна среди картин и фотографий «Титаника» слушатели погружают в атмосферу камерной музыки 20 века, приправленную звучанием эпохи барокко. Играют музыканты и в честь оркестра «Титаника», который покидал тонущий корабль последним. Вот мы видим фотографию музыкантов, которые проявили огромное мужество. Они играли на палу бетонущего корабля до последних, можно сказать, нот, до последних звуков. И сегодня мы как бы погружаемся в эту атмосферу камерного концерта. Музыка, она всегда привлекает, тем более такой репертуар и сообразный такой коллектив, где и струнные инструменты, и духовые, необычные что-то такое. Проект «Камерная музыка» звучит в музее с ноября 2016 года организаторы приглашают на следующий концерт 23 марта, где будут солировать пианино и фагот. Андрей Горгуленко, Константин Головин, События. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Ямам бой в планах до конца года залатать 36 тысяч квадратных метров самарских дорог. С новой крышей и трубами, как капремонт изменил жизнь жителей пятиэтажки на улице Мяге. Страна Кашландия. В Самаре с новой программой выступил театр Куклачева. Наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова